Всем привет! Я нахожусь в Олимпийском парке. Парк Олимпийской деревни, так это называется. И сейчас прогуляюсь, покажу вам его. Переключаю камеру. Так, что у нас здесь находится? Теннисные столы, кругом растительность. Сегодня, кстати, очень тепло. На улице показывает плюс 31 градус. Сегодня у нас 5 июня 2019 года. Народ отдыхает, на травке сидит. Этот парк, Олимпийский парк, находится прямо сразу за комплексом НГИМО. Или можно так сказать, между учебными институтами НГИМО и ФСБ. С одной стороны Академия ФСБ, с другой стороны НГИМО. И между ними вот этот протяженный Олимпийский парк. Утро в парке. Всем привет. Вот, загорает даже тут. Хорошо, дышится легко, просторно. Очень много отдыхающих расположилось на травке. В тени, на солнце. Лежат, отдыхают. С этой стороны у нас заправочная станция. А вот там прямо церковь от института НГИМО. Вот она сама непосредственно церковь. От института НГИМО прошли ее. А здесь спортивная площадка с тренажерами. Можно позаниматься спортом. На дереве сидят, вороны каркают. Здесь небольшая кафошечка. В каком-то таком и помятом состоянии. Церковь снова. Идем дальше. Смотрим. Вот, кстати, там виднеется Олимпийский мишка. Здесь проходила Олимпиада в 1980 году. Там какие-то постройки. Давайте сходим, посмотрим, что там. комната матери и ребенка. Смотрим, где-то есть какая-то сцена, видимо. Кафе будет или что? Да, ну здесь ничего особо интересного нет. Давайте свернем. Пройдем все-таки в том направлении по травке среди деревьев. В Москве наступает жара. В выходные в субботу и воскресенье будет свыше 30 градусов. Там детская площадка видела. Детская площадка небольшая. Дети с родителями играют, родители отдыхают. Также внутри и��альден Green Park, как разве�� aquí. Пройдем посмотрим, что здесь. Вот там взяли высотки, на которой дальше построены еще, по-моему при советской власти как раз к олимпиаде 80 это и есть олимпийская деревня где жили спортсмены все года на этой олимпиаде люди загорают расслабляются отдыхают Воронин спорт здесь видимо лыжероллерная какая-то станция выглядит наверное лыжероллерная прямозертость мы посмотрим что у нас дальше там какая-то видимо также детская площадка шуровые аттесты от Зорги лыжака неправильно называется вот такой вот тут ход мост и выходим к шикарному пруду правда он весь за рустиной и фонтаном так ну предлагаю подняться нам по этому мостику и посмотреть панораму с верхней точки этого моста кстати покрытие здесь мягкое пружинистое так с этой стороны у нас просто парковая зона с ответвлениями на 4-5 на 5 сторон а с этой стороны у нас открывается восхитительная панорама вот такая вот красота достаточно живописная вот еще раз вам увеличу покажу олимпийскую мишку вот так он выглядит ну а мы идем дальше наблюдаем загорающих людей и пройдем сейчас к водоему вот так вот выглядит этот мост это стройка напоминаю к 1980 году а выглядит очень стильно и современно все таки советский союз обогнал свое время на многие десятилетия по многим параметрам вот такие вот пруды заросшие тиной и грязью современной России а раньше здесь была чистая вода люди плавали на байдарках, на лодках сейчас этого ничего нет с этой стороны фонтан тины поменьше но все таки она есть сейчас все увидим подробно вот он фонтанчик так благодаря фонтану тину размывает уносит соседний отдел этого водоема а вот здесь вот уже также вот вода сливается и посмотрите там видно сколько тина сколько водорослей закопилось уточка сидит в принципе хоть для уток это радость уточка кушает трав так давайте посмотрим с той стороны вот вот оно все в траве здесь водоем полностью в траве и вот уточка и вот уточка хоть в чем-то плюс ну пойдем дальше посмотрим что у нас уточка в принципе в принципе смотреть уже особо нечего на ту сторону парка переходить ну можно перейти давайте перейдем на ту сторону парка посмотрим ближе строение с олимпийским мишками вот такой вот мостик на вершине этого мостика мы находимся и пойдем по этому тротуару на солнце конечно очень жарко в тенечке хорошо птички поют чудесно так так пока непонятно куда ведет нас этот тротуар по-моему он уводит нас в сторону сейчас мы срежем а нет вот есть поворот да в принципе я думаю что мы выйдем сейчас к этому зданию с олимпийским мишкой так и так вот мы подходим уже к зданию с олимпийским мишкой символика олимпиады 1980 года проходившей в Москве это был бесспорно расцвет советского союза и олимпиада это показала мощь и величие нашей бывшей страны все мы были едины все народы все республики дружили между собой не было никаких национальных разногласий жизнь была спокойной и достойной у всех во всех республиках но на этом мы разворачиваемся и идем назад вот идем назад вот такие вот насаждения здесь есть честно говоря парк выглядит несколько скублен по своему наполнению территория огромная вроде как бы и траву стригут и посадок много деревьев много но вот различных площадок спортивных детских явно не хватает можно было сделать всего гораздо больше выглядит довольно все так бедненько тут вот небольшая кафешечка детишки с родителями не сидят кушают конечно же сюда не надо ставить какие-то шумные объекты чтобы здесь грохотала музыка дым от шашлыков этого здесь не надо природа здесь хорошая но добавить различных площадок на мой взгляд стоит и как минимум очистить вот эти водоемы и возобновить прокат может быть лодок байдарок там или еще что делать на них водоемах чтобы они были не в таком запущенном состоянии как сейчас мы можем провести Итак, мы обошли с вами в парк, в Олимпийскую деревню, сейчас вот снова поднимаемся по мосту, через этот водоем, который полностью зарос травой, водными растениями. Я иду обратно, в принципе, тут больше смотреть нечего, ну и что еще раз могу сказать, что здесь требуется, конечно же, улучшение этого парка, в принципе, он чистый, но водоем надо обязательно почистить, а также добавят различные новые площадки для детей, для спорта, все это стоит оборудовать. Но чтоб, опять же повторю, чтобы не было каких-то шумных музыкальных заведений здесь, чтоб здесь не было запаха шашлыков, барбекю, этого здесь не надо. И тогда будет все прекрасно. Вот очень хороший вариант, который стоит скопировать, это посмотреть набережную Каньелты в городе Анталия, Турция. Так, как сделали там, это просто шедевр. Быстро, четко и классно. Все очень красиво строило. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Всем моим подписчикам желаю добра. А новым зрителям прошу вас подписываться на мой канал, мой инстаграм, фейсбук, читать мои отзывы на сайте Топ Хотелс по ссылке с канала Ютуба. И так же я еще напоминаю, что как только достигнет число многих подписчиков 1100, я проведу розыгрыш в 100 долларов. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok